Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами телепрограмма «Правовое поле». С вами в студии я, Антон Новиков, старший помощник прокурора Ненецкого автономного округа. Тема сегодняшнего выпуска – способы возмещения ущерба, причиненного преступлениями. О данной теме мы поговорим с начальником отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры округа Даричевым Алексеем Валентиновичем. Алексей Валентинович, добрый день! Здравствуйте! Алексей Валентинович, тема нашего сегодняшнего выпуска довольно актуальна для большинства жителей нашего округа, поскольку ежегодно, к сожалению, сотни из них становятся потерпевшими от преступлений. Сергей Валентинович, скажите, в рамках вступления к нашему сегодняшнему диалогу, какие нормы законодательства являются основой для правового регулирования способов возмещения ущерба, причиненного преступлениями? Да, в первую очередь это, конечно же, Конституция Российской Федерации, 52-я статья которой гласит, что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, и государство обеспечивает потерпевшим не только доступ к правосудию, но и возмещение причиненного ущерба. Именно в этих целях различными законами и подзаконными актами предусмотрены механизмы восстановления нарушенных преступлениями, преступными посягательствами прав потерпевших. Так, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусматривается и регламентируется не только полномочия органов уголовного преследования в данной сфере, но и устанавливается обязанность следователя-дознавателя незамедлительно принять меры по установлению имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые несут за них ответственность в целях дальнейшего возмещения вреда, причиненного их преступными действиями. Также законом установлена возможность предъявления потерпевшими иска возмещения как материального, так и морального вреда. В свою очередь прокурор наделен полномочиями по предъявлению таких исков в защиту интересов несовершеннолетних, а также лиц, которые по каким-либо причинам не могут самостоятельно защитить свои права. Например, это инвалиды, пенсионеры и другие категории граждан. За 10 месяцев текущего года в Ненецком автономном округе зарегистрировано 690 преступлений. Раскрываемость составила 61,3%. Размер причиненного преступлениями материального ущерба превысил 150 миллионов рублей. При производстве предварительного расследования приняты меры к возмещению 72,5 миллионов рублей. В том числе добровольно погашено 55 миллионов рублей. Изъяты деньги, ценности и имущества 4,5 миллиона рублей. Наложен арест на имущество 13 миллионов рублей. Алексей Валентинович, мы только что с вами услышали статистику по ущербу в Ненецком автономном округе. Скажите, в разрезе данных показателей, какими все-таки полномочиями наделены органы расследования для возмещения вреда, причиненного преступлениями? Да, спектр полномочий у органов расследования довольно широко. Так, в ходе производства предварительного расследования, как следователь, так и дознаватель, в целях отыскания похищенного имущества, в праве проводить обыска, выемки, в ходе которых подлежат изъятию как предметы преступления, например, какое-либо похищенное имущество, так и, например, денежные средства, в случае, если имеются сведения о том, что они получены в результате реализации похищенного имущества. Также по ходатайству следователя судом может быть наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых в целях дальнейшего возмещения вреда. При этом аресту подлежат не только движимое, либо недвижимое имущество, но и денежные средства, находящиеся на счетах. При этом арест может также быть наложен и на имущество других лиц, если имеются достаточные основания полагать, что это имущество приобретено в результате совершения фигурантами уголовного дела преступлений. Могу привести пример. Это находилось в производстве Межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области на уголовное дело в отношении одного из местных предпринимателей, который обвинялся в невыплате заработной платы, различные экономические преступления, связанные с присвоениями, мошенничествами, ущерб по уголовному делу очень значительный, несколько десятков миллионов рублей. Принимая во внимание, что обвиняемого в собственности было различное недвижимое имущество, ну, так и движимое имущество, следствием приняты меры и возбуждены перед судом ходатайство о наложении на него ареста. В результате приняты меры по наложению ареста на имущество стоимостью более 7 миллионов рублей, что позволит обеспечить возмещение, например, невыплаченной заработной платы перед порядка 30 работниками организации, где этот подозреваемый, обвиняемый наш был директором. Также не стоит забывать, что имеет возможность и для добровольного погашения причиненного преступлением ущерба. Работа по возмещению причиненного имущественного ущерба по уголовным делам находится на постоянном контроле у руководителя следственного отдела. В качестве положительного примера следует отметить ряд уголовных дел, по которым в ходе предварительного расследования благодаря спланированным действиям следователей потерпевшим возмещен причиненный им имущественный ущерб. Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ по факту хищения имущества металла, принадлежащего коммерческой организации на сумму около 2 млн. рублей. Нахождение похищенного имущества установлено в пункте приема металла, расположенного на территории города Наринмар. В результате следственных мероприятий похищенное имущество изъято и выдано представителю общества, в результате чего имущественный ущерб возмещен в полном объеме, уголовное дело направлено в суд. Следует отметить и другое уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ по факту мошеннических действий в отношении индивидуального предпринимателя, в результате чего злоумышленникам последнему не было поставлено имущество на общую сумму 1 млн. 765 тыс. рублей. В ходе следствия установлено, что у обвиняемого в собственности находится транспортное средство стоимостью 630 тыс. рублей. Благодаря своевременному обращению в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, следовательно, наложен арест на указанное транспортное средство, после чего в ходе следствия обвиняемый добровольно возмещен причиненный ущерб на сумму 1 млн. 135 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд. Добровольное возмещение вреда причиненного преступлением, либо иное заглаживание причиненного вреда. При этом фигурант уголовного дела может возместить ущерб на любой стадии уголовного судопроизводства, как на досудебной, так и на судебной. И это, соответственно, будет являться для смягчения ему наказания. Более того, законом предусмотрена возможность даже освобождения его от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то есть уголовное дело в отношении его будет прекращено, если он, например, загладил причиненный вред, возместил ущерб и примирился с потерпевшим. Также законом у нас прямо предусмотрено основание такое для прекращения по нереабилитирующему основанию. Также суд может прекратить уголовное преследование лица, которое совершило преступление небольшой или средней тяжести, впервые, подчеркну, если оно также загладило причиненный вред, и тогда суд прекращает его уголовное преследование и назначает судебный штраф. В обоих этих случаях у лица, совершившего преступление, не будет судимости, что довольно важно в наших реалиях, учитывая, что судимость не красит никого из нас. На территории Ненецкого округа участились преступления, совершаемые дистанционным способом отношения наших жителей округа. Поэтому хочу предупредить население Ненецкого автономного округа, что при поступлении различных звонков, представляющих сотрудниками различных кредитных учреждений, сотрудниками правоохранительных органов, ни в коем случае не называть реквизиты своих банковских карт, обратные реквизиты, которые, пин-коды. Также имеются случаи совершения мошенничества посредством в социальных сетях, где друзья просят материальной помощи, чтобы переводить. В таких случаях ни в коем случае не надо переводить, а лучше связаться с своими родственниками, знакомыми. Также имеются случаи у нас мошенничества путем инвестирования на различных интернет-площадках. Тоже хотел бы предупредить, что не переходить по различным ссылкам, не верить информации, а лучше сначала убедиться, проверить отзывы, после чего уже заниматься. Также имеют факты мошенничества посредством заказа одежды через интернет-магазины. Интернет-магазины не требуют стопроцентную предоплату, поэтому прежде чем переводить стопроцентную предоплату, убедитесь об истории этой магазине, об отзывах также. Ксения Валентинович, для нас с вами не секрет, что, к сожалению, не все преступления раскрываются. Скажите, пожалуйста, какие категории преступлений представляют наибольшую сложность для расследования раскрытия, а также с учетом развития электронных технологий, сети интернет, какие преступления наносят наибольший ущерб нашим гражданам? Да, действительно, в текущем году более 200 преступлений у нас осталось нераскрытыми. Основной их массив составляет преступления, связанные с хищениями, с использованием информационно-коммуникационных технологий, это так называемые телефонные интернет-мошенничества. При этом доля таких преступлений в общем массиве преступности порядка 20-25%, что очень много. И, например, за последние 3-4 года массив этой преступности увеличился в несколько раз. Если, например, в 2016 году это были какие-то десятки, то сейчас это уже сотни преступлений. При этом это как бы не только наш регион, это свойственно для всей Российской Федерации. И именно вот эти преступления у нас вызывают, точнее не у нас, а у органов расследования, вызывают определенные трудности в раскрытии, потому что они совершаются, как правило, с территории других регионов, а иногда даже и других стран. Для их совершения используются различные способы конспирации, подставные IP-адреса, телефония, оформленные на других лиц банковские счета и карты. И, как показывает ежедневная сводка о происшествиях, которые происходят в нашем регионе, практически каждый день кто-либо из жителей нашего региона, иногда и по нескольку человек, становится жертвами мошенников. Вот приведу такой пример, буквально он случился на прошлой неделе, когда мошенник позвонил жителю нашего региона, представился представителем Центробанка, ввел его в заблуждение о том, что на его имя кто-то пытается оформить кредит, и чтобы не допустить данного противоправного действия, надо опередить злоумышленников и самостоятельно сходить в банк, и оформить кредит на определенную сумму, которую в дальнейшем перевести на определенный счет для их сохранности. Соответственно, наш потерпевший поддался на этот обман, сходил в банк, получил кредит на сумму более 700 тысяч рублей, и по указанию злоумышленника перевел их на указанные им счета. При этом в ходе телефонного разговора наш потерпевший трубку передал своей супруге, которая также, подавшись уговорам мошенника, взяла кредит на полмиллиона рублей, и также они были переведены злоумышленникам. Подобные факты не носят единичный характер, это довольно массовое явление, жертвами мошенников становятся абсолютно разные категории наших граждан, это могут быть как пенсионеры, так и лица среднего возраста, так и госслужащие, так и работники предпринимательской сферы, поэтому убедительная просьба, наши уважаемые жители нашего региона, будьте, пожалуйста, бдительны, берегите свое имущество, не поддавайтесь на провокации со стороны мошенников, помните, что никому не следует сообщать какие-либо установочные данные ваших банковских карт, счетов и так далее. Если вы идете в банк, то проконсультируйтесь с сотрудником банка по поводу каких-либо действий, которых вас просит совершить какое-то третье лицо, и сотрудники банка имеют соответствующие инструкции, чтобы вас проконсультировать, и как это предотвратить, не допустить хищения ваших денежных средств. Алексей Валентинович, мне кажется, получился достаточно емкий и хороший наш с вами разговор. Благодарю вас за участие в телепрограмме. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин